Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим вопрос, как мог еврейский народ избежать десять казней египетских, если они обрушились, как сказано в книге «Исход», на всю землю египетскую. И действительно, в книге «Исход» 7 глава 19 стих, также 8 глава 16-24 стих и 9 глава 22 стих говорится о том, что эти казни обрушились именно на всю землю египетскую. И здесь как бы непонятно, как же тогда сами евреи. Но в то же время другие отрывки Писания утверждают, что Бог защищал израильский народ от последствий казни. Это исход 8-22, исход 9-6, и возникает вопрос, не является ли это противоречием. С одной стороны, говорится, что казни были на всю землю египетскую, причем от раба до фараона, а евреи были как раз рабами, и в то же время как бы их это не касалось. Во-первых, надо обратить внимание на то, что в еврейском языке слово, которое обычно обозначает весь, весь народ, вся земля, все священники, все воины и так далее. В еврейском языке это слово не всегда имеет абсолютный смысл. Например, Бог велел Моисею донести до фараона, что Израиль не подвергнется казням, которые обрушились на Египет. И мы читаем это исход, 8 глава, 20-22 стих. «И ты скажи ему, то есть фараону, и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет песих мух, дабы ты знала, что я Господь среди земли». И в 24 стихе сказано, «Налетело множество песих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю Египетскую». Однако эти казни, они не появлялись в земле Гесем. И они никак не сказывались на еврейском народе. И 9 глава, 6 стих книги «Исход». «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего». Таким образом мы видим принципиальную как бы разницу между всеми жителями земли Египетской и Божьим народом. А разве Божий народ не жил в Египте? Немножко непонятно. Дело в том, что народ Бога – это территория Бога. И где бы ни жили верующие люди, например, когда была гражданская война, очень много русских людей оказались в изгнании, в эмиграции. И где они не появлялись, первое, что они делали, они строили храмы, чтобы эти храмы становились средоточием их жизни в изгнании. А храм – это точно территория Бога. И каждый верующий человек – это территория Бога. И хотя верующий может жить в самых разных местах, планеты, он все равно остается территорией Бога, и он остается в некотором смысле частью вот этого русского православного мира. Поэтому, хотя евреи жили в Египте, и казни шли на всю землю египетскую, это точно так, но они не касались верующих людей, потому что как территория Бога, народ Бога не принадлежал к земле Египта. Они составляли как бы нечто отдельное, как и Христос говорит, «Как овец среди волков посылаю вас». Разве овцы, если они оказываются среди волков, они становятся частью волчьей стаи? Конечно, нет. Они так и остаются овцами. И куда бы судьба не забрасывала бы православных христиан, там, где они совершают молитвы утренние, вечерние, там, где они отмечают христианские православные праздники, это территория Бога во всех отношениях, в культурном отношении, в языковом отношении. И хотя как бы это на территории некой земли, но в культурном, в религиозном, ну, по сути дела, фактическом смысле, это как бы и не всегда так. Поэтому, хотя евреи жили в Египте, и сказано, что казни были на всю землю египетскую, с одной стороны, действительно, еврейское слово, которое означает «вся земля», «весь народ», здесь все не небезусловно, но в то же время это самое главное, каждый верующий, это и территория Бога, и собственность Бога, как сказано, «вы не свои». Вы куплены дорогой ценой, ценой крови, вы не свои. Поэтому каждый из нас, он осознает это или нет, он совершает как бы посольство в этом мире. Вот в Москве, например, есть посольство Великобритании, есть там посольство Испании. Это территория Великобритании, это территория Испании, это не территория Российской Федерации. Так и верующие, окажись они где угодно, если они сохраняют веру, они не Египет. Нет, они не Соединенные Штаты Америки. Не в том смысле, что они не могут являться патриотами Нового Отечества, а в духовном, в культурном, эмоциональном, языковом и религиозном. И помните, когда мы говорили о начале книги «Исход», зачем перечисляются имена? Это указание на то, что они сохранили свои национальные имена. То есть Михаил не стал Майклом по отношению к нашей ситуации. Борис не стал Бобом и так далее. И вот, сохраняя свою инаковость по отношению к земле египетской, когда казни касались всей земли египетской, они оставались территорией Бога. Поэтому, где бы мы ни оказывались, не будем спешить растворяться в этой среде, приспосабливаться под нее, ассимилироваться в нее. Иначе мы будем участвовать в коллективных грехах этой земли, и когда кары Божьи придут на нее, нам придется тоже отвечать вместе с коренными жителями. Итак, сегодня мы разобрали с вами еще одно сложное место Священного Писания. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наши беседы по трудным местам Священного Писания. Берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok